Всем большой-большой привет! Рада вас приветствовать у себя на канале. И сегодня у нас будет такой, знаете, мини-влогмасс. Первый мини-влогмасс, который я хочу показать в декабре. Я их планирую сделать несколько, но это только в планах. Пока я решилась только на один. У меня здесь я, кстати, не одна, так как у меня большинство смотрит вязальщиц. У меня тут есть небольшой... Сейчас покажу. Вот такой амнямчик у меня связался буквально не так давно. Ну, точнее, не так давно. Несколько часов назад я его закончила. В прошлом видео я, кстати, показывала пряжу с Алиэкспресса. И вот из нее я решила связать амнямчика. Вот такой замечательный амнямчик получился, новогодний. Для начала я хочу показать вам немножко такой, знаете, зимней сказки, так как я живу в Сибири. Естественно, у нас тут много снега, у нас тут и морозы бывают. Ну, и хочу маленько показать вам зимние сказки. Всем приятного просмотра. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Надеюсь, вам понравилось такое небольшое видео про зиму нашу. Мы недавно буквально на днях ездили за елками. Ну, елки, естественно, мы покупаем живые. У нас продаются живые елки, и мы покупаем живую елку. Ну, можно, конечно, купить искусственную, но, знаете, так как они у нас продаются практически тут и везде, естественно, мы купили живую. Потому что живая елка, снег за окном, как бы уже такое, знаете, зимнее, предновогоднее настроение. Сейчас я включу небольшой отрыбочек, вам покажу, как мы везли елочки. А далее я просто покажу вам, как я хотя бы чуть-чуть нарядила, ну, нашу квартиру. Конечно, не все еще наряжено, есть еще определенные идеи, но елки у нас уже стоят. Да, кстати, мы купили не одну елку, как обычно мы покупали всегда, то есть в зал. Мы покупали большую елку, а сейчас у нас будет две елочки. Всем приятного просмотра! Вот так вот мы привезли наши елочки. И сейчас я вам покажу первую елочку, которую мы поставили у нас в спальне. Она небольшая, она, ну, сейчас макушка, конечно, она повыше меня, а я небольшого роста, метр шестьдесят всего лишь. И вот нарядили елочку. Ну, я захотела в этот раз елочки нарядить в определенных цветах. Я вот здесь в спальне нарядила в бело-сине-серебристое в таких оттенках. Но гирлянда у нас цветная, потому что у меня муж любит, чтобы гирлянда была цветная, и то он у меня согласился даже на так. Но старший сын у меня не очень сильно хотел, чтобы я разделяла все шарики и сделала в разной определенной гамме цветовой. Но потом все-таки согласился. Ну, вот так вот мы нарядили. Надеюсь, вам понравится. Приятного просмотра! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Украсила немножко здесь рабочий стол. Здесь сделала буквально... Кстати, вот эта вот гирлянда, это у нас из фикс прайса. И здесь у меня такие бусинки и пару шариков. Субтитры создавал DimaTorzok Итак, теперь мы перебрались в зал. Здесь я сделала вот такую небольшую как бы гирлянду-растяжку. Вот так вот она выглядит. Кстати, у меня там на фоне... Я включила имитацию камина на телевизоре. Вот такая вот у меня растяжка получилась. Делала я ее из елочки из фикс прайса. Здесь у меня одна елочка. Так, ну, размер у меня примерно полтора метра получился. Но она не сильно пушистая получилась. Но довольно-таки так симпатично смотрится. Елочка эта пила, по-моему, по 99 рублей. Но я ее еще покупала и в том году. Так, давайте посмотрим, как это выглядит. И так, теперь у меня уже здесь виднеется моя вторая красавица. Елочка, которая у нас стоит в зале. Ну, большая основная елочка. Нарядили мы ее в красно-золотых оттенках. Так же, как и ту гирлянду. Я сначала нарядила гирлянду. То есть, когда у нас не были куплены елочки. Мужу очень сильно понравилось такое цветовое решение. И мы решили нарядить елочку тоже в таких же оттенках. Ну, а там у меня еще в гирлянде присутствуют два белых шарика. Я начинала еще наряжать. Я тоже хотела добавить на эту елочку белых шаров. Но что-то как-то не очень сильно смотрелось. Ну, или у меня просто не такие шарики были. Я думала, может быть... Потом я уже догадалась, что надо было купить сюда просто маленьких белых шариков. Примерно по 4-5 сантиметров. Но сделала я маленько вот так. Так же хочу показать. У меня тут есть игрушечка. Моя игрушечка. Вот такая вот. Делала я ее несколько лет назад. Наверное, года 3 назад. Это у меня декупаж. Да, я тогда занималась еще декупажем. Вот такая есть игрушечка. Где-то у меня еще есть вторая. Остальные я продала некоторые. Раздарила. Тогда у меня прям была мания на эти игрушечки. Итак, давайте посмотрим, как выглядит моя елочка. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Здесь у меня большая декорация. Здесь у меня елочка. Это тоже веточки просто остались. Они у меня стоят в вазе с водой. Вот такие вот. И украшены синенькими шариками. Так же у меня напротив есть еще одна. Я сейчас вам покажу ее. И на кухне. И на кухне у меня вот еще одна напротив. Как раз у меня тут рядом с мойкой. Вот у меня тут стоит баночка. Там чай. Кстати, там еще были конфетки. Кто смотрел распаковку подарочка от Тайного Санты. Видел. И вот здесь у меня тоже. Это у меня еловые ветки. Живые. Мне стоят у меня вазочки с водой. Украшены такими белыми шариками и бусами. Вот так вот я украсила своей елочкой. Немного сделала декора в наш дом. Надеюсь, вам было интересно посмотреть, как у меня все получилось. Мне так, в принципе, довольно-таки очень сильно нравится, как все выглядит. Дома очень уютно, приятно. Пахнет еловыми елками, ветками. Прям вот запах потрясающий. Кто вот заходит к нам в гости, конечно, сразу это ощущается. Даже когда находишься, допустим, на кухне, конечно, нет такого потрясающего аромата. Вот этого вот запаха ели. Но как ты заходишь только, допустим, с кухни там или с другой комнаты, где нет елки, заходишь в спальню, в зал. Это просто потрясающе. И сразу такое прям предновогоднее настроение появляется. Всем вам спасибо за просмотр. Надеюсь, вам очень понравилось. Может быть, вас вдохновило мое видео. Всех поздравляю с наступающими праздниками. Вот такой вот у меня небольшой влог у вас получился. Надеюсь, вам все понравилось. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok